всех приветствую с вами я веган христолюб у нас с вами сегодня такое вот видео с таким значком взял я его из матрицы это типа морфеус я свою свою face туда прикрепил такой вот получился паренек морфеус russian russian морфеус предлагающий тебе у 2 таблетки достаточно одной таблетки помните как бриллиантовой руке называется он самовластия ну или как я его назвал бог создал тебя свободным избирать между добром и злом название обычно торского вмещается только и добавляешь сколько уже сказано мною в частности о свободе выбора это в общем то знаете если игры слушайте как вот реальной жизни касается вот мы все понимаем люди не дураки на самом деле хоть и вы знаете я так выражаюсь иисус так выражался бог любовь явишься во плоти безумный но на самом деле несмотря на все эти выражения конечно же люди не идиоты это вы знаете я так выражаюсь для того что просто как иисусу дать просто понять человека мозги то есть да вот так конечно люди не дураки как касается бытовой жизни всем рассказал слушайте почему когда мы детей своих воспитываем ну вот мы их воспитываем вот откуда человеку дано знание или образование воспитывать своего ребенка но кто он где-то учился или что а в древности как это было от первых песен адам ева по какой методичке образовывали своих детей что сами познали тому и учили и плюс сами то потом люди как взрослеют становится хоть я сейчас и говорю да не идиоты на самом деле тупеют вот в прямом смысле слова да не зря иисус в этом плане и говорилось не будете как дети да почему когда дети мы объясняем все по простому вот и бог нам также объясняет это хорошо и плохо делает не зел нет мы вырастаем и такие философские богословия выдумываем да что так держись прямо в рай прямо в рай ток ножки задирай да чем в детстве ребенок там ударил кого-то в кошку камень бросил мы им просто нехорошо не делай это мы что-то ребенку не рассказываем про спасение по вере когда камни в кошку бросил до девочку ударил двойку со школы принес меня маму папу бабушку дедушку послал куда подальше может уже лет в 10 до вы почему-то ему не рассказываем про спасение по вере под крокодили слезы под попиковским полотенчиком до или в кибиточки у кардинала почему-то мы все по-русски объясняем что ты так сделал мне больно ты мне любовь не сделал да неплохо это зло так не делай ты мне творишь зло у меня к тебе тоже будет любовь остывать в общем все по-простому детям объясняем мы выросли и стали идиотами и мы сразу спасены по вере крокодилями слезами под под попиковским полотенчиком до во что мы превращаемся неужели действительно сложно исполнить заповедь одну первую заповедь иисус чтобы исполнить остальные станете как дети выкиньте всю эту дурь из головы все у нас рост ролик о самовласти о выборе о воле человека желание воли человека его и ответственности за свой выбор что только он не бог человек вырастив во всем обвиняет бога во всем абсолютно я всегда его знаете называют чем первородным грехом или втородным помните в то вторую втородным я его точнее так называем ну или я как следствием первородного хотите ли цепочкой первородного вы помните после первородного греха что получилось бог разве бог предупреждал до адама с евой согрешите будете вкусе смерть они согрешили они вкусили смерть нет бог любовь да это было первичный лет рецидив уже во второй раз они согрешали первично бог знал что людям придется вкусить злов по полной программе знал вкусили хорошо плод вкусили смерть нет покайтесь и не будет вам плохо покаялись адам с евой нет бог стал взывать к ним раскаетесь и все будет хорошо нет второй грех был это что упорство во зле от отречения от раскаяния от покаяния ну соответственно творение дел достойных покаяния противоположных злу дел добрых отвергли его стала тыкать на змея адам на еву и на бога тык ты мне дал тут жену ты сам во всем виноват послушайте протестантов католиков православных их неверучение ведь суть в нем именно то виноват кто угодно кроме меня ну кто угодно я спасен поверь если нет если я что-то доброе делаю все богу приписываю какая красота а чухару тут плохого сделал ну шо ж бог пока бог любящий да нет и в плохом ты виноват ты и бог тебя не простит тоже бог никого не прощает бог никого не наказывает каждый получает просто по делам своим ты любвеобильный тебя будет окружать любвеобильные люди ты злой тебя будет окружать злые люди и ты будешь вкушать от своего зла вот и все все элементарные просто ты и сам себе наступаешь на горло ты свободен выбирать между добром и злом и ты за него в ответе сегодня мы с вами почитаем 5 наставлений антония великого преподобного святого антони великого так называемого святого ортодоксальный ортодоксальных сект ортодоксии православных католиков в обоих он естественно до разделения жил он еще до всех соборов вселенских это кто смущается ими естественно я сам признаю что они окончательно вбили последний гвоздь в свободное христианство она стала уже до министерством религии византийской империи византии полностью умерла полностью они убили христа уже окончательно есть тогда на официальном уровне уже ее просто размозжили а камень все что там оставалось да вот но вот может он понравится такой был такой антони великий святой преподобный есть такие у него наставления очень назидательный рекомендую всем почитать мне взять на становиться раз православным если вам так ну что вы читаете наши труды посмотрите на этого человека и забудьте о том что он говорил так все при притязания на истину знаете в том плане что вот моя прелесть это конечно беда вообще иисус сказал даром получили даром давайте когда вот это сектанты тычут что вот наша библия наша библия службу думаешь идиоты вот иисус правильно вас безумными называл вы вообще не христи вы него ученики не последователи он нес всем вы зажали моя библия моя если не сектант значит нельзя читать до какой дури доходит до какой дури доходит почитаем сегодня пять наставлений уже получается три из них мы с вами читали но мы зафиксируем те моменты как я уже говорил его наставлениях прямо показалось бы в маленьких коротеньких у вас они на экране большие им крупным шрифтом я думаю даже со смартфона можно с любого расстояния прочитать я специально так делаю максимально сколько можно у крупня и мы с вами обортим внимание конечно же на самые вещи которые сегодня будут касаться до свободы выбора ну естественно обязательно сравним все это с евангелием с жизнью учением сус христа и самой истиной что одно и то же практически почему говорю практически то что то что до нас дошло в бумажке далеко не полнота истины там есть извращение наоборот приписки и переводы и всякие ошибки много чего есть но там есть конечно же сама истина давайте почитаем я просто обращу внимание потом в принципе с вами зафиксируем еще на одном на котором из пяти самым важным мне кажется но не важно он такой всеобъемлющий мы я его возьму как за основание для слова своего которое уже говорю вам а прочитаем целиком несмотря на то что есть конкретные фразы но мы с вами для назидания для повторения ничего страшного почитаем все 60 наставление антони великого о доброй нравственности святой жизни не то грех что делается по закону естества но то когда по производению дело делает человек что худое вкушать пищу не есть грех но грех кушать и безблагодарение неблагоговейно и невоздержно не грех просто смотреть но грех смотреть завистливо гордо ненасытно можно сказать вожделением помните в евангелии но грех смотреть зависли так не грех слушать мирно но грех слушать гневом не грех заставлять язык благодарить и молиться но грех позволять ему клеветать и осуждать не грех утруждать руки подаяние милостыни но грех позволять хищение и убийство так каждый член грешит когда по нашему свободному произволению в противность воле божьей делает злое вместо доброго сам человек слушайте я знаете хочу вот еще вот меня может быть слушать протестанты вот вдумайтесь вот антони великий как бы к нему вы не относите ли он жил в третьем веке 2 3 век да он в принципе я говорю еще этих соборов он был свободным да жил моно уединенником ну человек я сам проходил такой путь да вот ему было до лампочки почитайте его житие он ни перед кем не лебезил он к этим церковником религиозником более того он жил во времена когда церковь так называемая христова да не имела никакой вот этой государственной организованности да даже между собой она была достаточно анархаична да и вообще почитайте хотя бы знаете вот все что от протестанты не поврезгуйте прочитайте все что найдете даже на православных вот католических сайтах все что до третьего века вы читаете труды которые дошли ведь их знаете как евангелие несмотря на то что сами вы не соблюдает но его хранят точно также до сохраняет пусть там воскажу на в ком-то виде недоговоренным вот когда инквизицию творили вы знаете это было просто удивительно самом самом евангелии инквизиторами выступали кто иудеи и римляне в отношении христа но потом спокойно во имя христа убивали еретиков до сжигая вешай там как угодно вот то есть это можно делать поэтому вы не смущайтесь вы думаете что там тоже православный конечно может что-то и почистили но вы знаете все это хранится как исторические памятники и вырезать все это очень тяжело вот вот почитайте труды вот до третьего века но не найдете вы ничего там по спасению поверьте ну что все были идиотами в этом плане ученики христовы да у них там много есть искажение уже уже развивались разные темы чрезмерные там аскезы или счет чего-то вот но вы почитайте найдете вот бред вот этот который который потом в европе лютер и вся эта его шобла соратники навыдумывали казалось бы начали с хорошего да то что я говорю то что он там эти тезисы обличил католичество побывав сам в нем не просто так будучи даже монахом конечно все хорошо то плане что он прошел свой путь вышел до опознав так скажем частичку истины обличая все беззаконно чем он кончил то чем все кончилось то да из тьмы в тьму нырнул то так следующее у нас 67 с вами помню то в прошлом видео разбирали давайте еще раз прочтем вода если хочешь можешь быть рабом страстей и если хочешь можешь остаться свободным не подклоняясь под иго страстей ибо бог создал тебя самовластным побеждающий плотские страсти венчается нетлением если бы не было страстей не было бы добродетели не венцов даруем их от бога людям достойным есть такой перевод по иисуса по можно сказать до трудящимся трудящийся что ну будящийся кто понуждает себя с силою жизни крестоносительные восхищает царство небесное людям достойны те которые до живут правильно несмотря ни на что восемьдесят девятое мы с вами прочтем и к нему еще раз вернемся по нему я уже скажу так скажем свое слово конечное да бог не есть виновник зла он даровал человеку разум способность различать добро и зло и самовластие злые же страсти рождаются от нерадения и беспечности людей отнюдь не виновник них бог по свободному выбору воли демоны сделались злыми равно как и большая часть людей следующий у нас 125 наставление бог будучи благ независлив дал человеку свободу в отношении к добру и злу одарив его разумом чтоб созерцая мир и что в мире познавал он сотворивших все для человека но человек неправедный может желать и не разуметь всего может к своему несчастью не веровать и мыслить противно истине такую имеет человек свободу в отношении к добру и злу и 134 вы можете сами их прочитать они у вас на экране никуда даже ходить не надо и поразмышлять вчитаться глубоко поразмыслить всегда так делал именно поэтому есть на тот кто есть 134 наставление добро невидимо как невидимо сущее на небе а зло видимо как видим и сущее на земле добро есть нечто сравнение не имеющие человек же имеющий ум избирает добрейшие один человек способен познавать бога и его творение здесь я закончил с одной стороны вот так по списку вы помните всегда возвращаемся к первому пункту по антони великому ты на добрый человек это и есть умный а умный тот кто избирает добро это добрый человек но об этом уже кратко говорим и стараюсь к этому не возвращаться потому что этим пропитаны практически все наставления антони великого там а за основание я хочу еще раз зачитать вам 89 по нему прям более подробное слово сказать ну закончим и всегда евангелием иисусом истины но сейчас по антони тоже поговорим бог не есть виновник зла это я то о чем я вам сегодня уже кратенько тоже сказал вот все что делали адам с евы друг на друга метая стрелы и на бога до сих пор это продолжается до сих пор потому что человек отрицается своей свободы отрицается даже тем если словесно не отрицается отрицается ответственностью за свои дела чем угодно прикрывается спасением по вере это такое же отрицание ответственности ответственности еще расскажу про спасение по вере по поводу этого даром благодати спасения дарования прощения человеку и об этом много раз говорил в сегодняшнем виде еще расскажу все это дается даром да то потому что любой человек слушайте если в себя в гляньтесь в историю своей жизни то всегда когда вы что-то сотворили связи с этим этом раскаиваетесь вы готовы в лепешку разбиться чтобы как-то это возместить хоть хотите прошлое вернуть чтобы это вообще изменить так чтобы этого не было да просто это невозможно но невозможно это адская школа жизни познания всех ужасов зла и всех радости добра как я выражаюсь да вот неоднократно от меня слышали вот и все и поэтому действительно когда мы сотворили кому-то зло я все объясняют на простых детских человеческих примеров конечно мы уже не вернем я даже если ты как я сказал игру прошлом видео рассказывал опять у бабушки пенсию украл до по дороге в автобусе она ехала дедушке лекарства покупать до приехал домой без лекарства и без денег потому что у нее по дороге украла не больше ничего нет и дедушка умер и ты даже если вернешь эти эту пенсию еще 100 тыс сверху в 10 раз больше возместишь да ты уже дедушку не вернешь не вернешь более утраты вот и все все что она те может дать это простить даже если это круговая тысячу рублей бабушку ехала за в магазин просто за пару пакетик себе собрать на неделю и ты у нее украл но хорошо ты вернешься тут да это не такие утраты но ведь как я люблю контрасты действительно не у невосполнимые вещи вот но даже это и после этого через неделю найдешь эту бабушку покаешься узнаешь от бабушку твоего друга оказалось ты там вернешь ей эти деньги который украл пару тысяч с кошелька она без магазина пустая вернулась домой да нет занимала потом поехала второй раз или еще что-то и ты вернешься в 10 раз ты не сможешь у нее из сердца грубо говоря выдрать или забрать ту боль что она испытала расстройства переживания нервной клетки как говорится да ты это уже не сможешь вернуть это человек может тебе отпустить именно поэтому как вырос прощение на даром вот и все спасение тогда по благодати вот им тоже я люблю я тебя прощаю вот и все вот о чем идет речь но это никак не заменяет совершенство во христе его учение о том чтобы мы все стали богами богами любовью не вене не верующими бесами а богами а бог есть любовь бог не вера вера не добродетель вера не сущность бытия бог ни в кого не верит на вопрос моисея кто он он ему ответил просто я есть я просто есть я сущий я тот кто я есть я просто есть я не знаю кто я не знаю где мой начало и где мой конец я просто существую существует ни в кого не верит он не боится ада он любовь не потому что он боится ада и потому что заманивается плюшками рая он любовь потому что он хочет быть любовью он может творить зло может он самовластный да есть над ним кто-то нет он самовластный и своей властью над самим собой распоряжается как в добро в потенции он может творить зло да он может быть сущностью противоположной абсолютно любви сущностью зла может быть да в делах и проявляя он это делает нет почему потому что свободно избирает благо по своей самовласти в свободы над ним никого нет он ни в кого не верит бог не верит в бога бог не верит в иисуса христа бог есть иисус христос по образу подобию которому создано ему не надо ни в кого верить верить не добродетель в ней невозможно возрастать все слова зачастую вере где вы там вере возрастания в пибли вы сейчас натыкаете не стихов речь идет об учении вера учения есть хотя бы более-менее хоть слово какое-то понятно а у нас вера вера понатыкали там где вот вы вырываетесь контекстом подразумевается учением и что я учу по и живу поэтому да по вере возрастают в познании может быть да в вере и тоже в теоретическим а потом и в познании реальным деятельным да только там в этом смысле именно жизнь там очень часто вера считается как жизнь то одно и то же слово как вы если будете читать на иврите ветхий завет там слово душа и жизнь одно и то же слово и читается когда там когда там тоже для них душа и жизнь одно и то же вот и все поэтому контексты всегда очень важны поэтому бог не виновник зла и бог точно также может сказать невиновник ваших добродетелей вы сами делаете вся вот это знаете такая напускная праведность типа вот вот я всю богу приписывая слушайте вот мне интересно вы когда евангелие читаете вот иисус сказал что он путь истинной жизнь до по плоти он не призывал всех все подражать он воплотился виде мужчины хотя бог не мужчина не женщина да он все во всем и один человек был создан по образу подобия не адам с евой да по образу папа и мама на небесах нет человек один как и бог один нам никто не нужен на самодостаточны как и бог самодостаточны просто у любви есть объект всегда любовь хочет любовь на расширяется вот почему нас бога всячески во всем на нас бесконечно много всех и во всем и во вся все тут слова употребимы когда евангелие читаете о чем вы вот думаете ну да иисус не не был женатым замужем там не имел детей это не суть важно но по делам то его подражать то должны где он когда творил добрые дела каждый раз воздавал славу богу он исцеляет больных слепым дарует зрение воскрешает мертвых изгоняет бесов и содержимых где он каждый раз слава тебе отче вся слава тебе я никто ну где это есть в евангелии он сказал я пришел чтобы показать вам путь жизни я есть путь истинной жизни пример чтобы вышли по стопам моим апостолы потом не раз употребляет все эти изречения иисуса ну где ну где он всю все приписывал богу все это выдают за гордыню что человек действительно живет праведной жизнью творит добро да это ты делаешь да разве каком я говорю слушайте вот опять вот на земных примерах у вас дети у меня нет детей в этой жизни я почему-то объясняю эти примеры людям которых в основной массе до меня окружают скобки встречают людьми с детьми до семейным штамм супругом без супруга неважно с женой не с женой но дети есть и слушайте когда ребенок чего-то до достигает сам вырастает вы конечно вы первые шаги помогаете делать ну когда он начинает сам ходить вы что от него требуете благодарности за каждый шаг то что он сам побежал пошел а когда он побежал он за каждый шаг должен вас благодарить только что он ходит а когда он пошел в секцию легкой атлетики первое призовое место занял вы шо будьте он должен вам приписать всю славу да то он и вы радуетесь за него что он такой ловки сильный вас бегает вот вы может там и и сами-то еле бегаете но уж вы тоже спортсмен а может и нет сколько такого где дети далеко не идут по стопам родителей наоборот ну что за бред ну какой родитель будет требовать а ты мне спасибо не сказал что ты вот первое место так быстро бегаешь настоящие родители даже никогда не потребует благодарность познавшие истину конечно за то что они родили если они произнесут хотя бы в уме своем но я не имею ввиду мысль такая возникнет дурная от дьявола или еще что-то а он сам согласится то есть что якобы вот я те родил ты мне что-то должен вы не любите у вас не просил себя рожать вы себе не раба рожали если вы своему ребенку хоть раз за их ночь предъявите что он вам что-то должен вы никогда его не любили он вас не просил себя рожать то есть вы родили изначально человека раба взам то есть все вы его сделали рабом своим рождением нормальный ребенок вам так тоже ответит а ты меня рожала рабом получается изначально думая что эти что-то должен или как это сейчас до этого до петрила ты хочешь счастливого человек кто будет счастлив когда он раб если ты произнесешь кому что ты мне что-то должен кроме взаимной любви а это как раз не любовь мы ничего никому не должны любовь она бескорыстно даешь давай а тебе ребенок от первой улыбкой своей не дарил радость ну верни ему все его улыбки ну что за бред когда у вас такие мысли то в голове роятся это все сколько можете давайте не можете не давайте не будьте за это ничего там я на тебя всю жизнь не ложи и всю жизнь положила кто тебя просил не ложи давай сколько можешь люби сколько можешь сколько умеешь до чего доросла или дорос и это их детям наоборот то же самое и дети не правы когда своих родителей что требует я имею чего такого до кроме кроме любви не будь ты должен никому че одежка есть крыша есть над головой не бьют не колодит на ночь наоборот поцелует все это все что тебе должны родители вырос дальше сам ну помогают сколько ну хорошо здорово скажи спасибо поцелуй ответ на любовь но они те ничего не должны не должны свою жизнь ватт превращать только потому что ты у них есть те дали до жизнь минимальные вещи а дальше сколько можешь стоп получай сам удовольствием те никто ничего не должен бог даровал человеку раз способность различать добро и зло ну разум это я по сути я анализирую который до высшая моя который избирает который делает выбор способность различать добро и зло как ковыряться не будем через какие органы но называется это телом или органами чувств и так далее через который я что-то ощущаю там запах музыку слышу вижу что-то вкус чувствую прикосновения тактильные удовольствие до что-то там анализирует это неважно как все это происходит до чего-то до этого я до моего разума этого доходит я кайфую либо наоборот через все эти органы чувств через тело мне доставляет боль через это страдание моей души потому что я это чувствую эту боль как все это происходит это не суть важно мы никогда не не узнаем это никак вообще это бог даже не знает как происходит он просто есть и самовласти этот я у него есть воля я когда это поднял что есть добро что зло я сама власть я властелин над самим собой и я в ответе за это знать почему со мной все время спорят протестанты любой и медово человек вот спорит он относится это может быть кто угодно и такой же мусульманин порой там тоже я сразу вижу человек не готов брать ответственность свои поступки вы когда с ним сдружитесь какой-то вот бытовой жизни вы это увидите он не готов брать ответ за свою жизнь за вас там еще что-то не заступиться ничего вот это потому что он вот он такой в жизни он не принимает самостоятельных решений вы увидите и несет за них ответственность это не богоподобие когда-то века люди человек такого богоподобного вот он сам все что может что в его физических там я имею да пусть мы в разных школ жизни в разных классах но это будет видно человек принимает человек сам сам все делает сам старается максимально сам 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 да сам сусом во вот это очень важно всегда берет понятно оценивать добро и злость кто просто не сотворил зло там это не говорит что не оценивает это но в своих решениях он виноватся сам в добрых то или худых то он избрал или или не или другое это очень важно есть я то через что я я это познает добро и зло и сердце которое познал разум и сердце умное сердце с такой понятия до помышления сердца здесь разума понял и что он либо вас желал либо него желал поэтому есть такое понятие в ортодоксе тоже соединение ума сердцем поэтому это умное сердце это умные это правильные желания или неправильные да вот здесь хоть антон не сказал но по сути подразумевается да есть умное сердце ума сердце то есть я осознаю и я желаю и у меня есть воля самовласти на способность через тело я это все воспринимаю неважно сейчас такое грубое животное которую мы убили на нас натянуты или духовно кто будет тело она точно так же будет как и в раю было тело водам еще без огрубевший еще без шкуры того убитого животного который потом адам с его на себя примерили убив его вот все равно на будет испытать испытывает как и в раю адам с его могли испытывать добро и испытывать наслаждение и наоборот боль тем самым страдаем вот так что злые же страсти рождаются от нерадения и беспечности людей вот и все во всем виноват только человек действительно так в этом плане да то есть грехи а тут уже антоник это страстях то есть уже погрелся в этом до бухаешь там изо дня в день да это уже не один грех когда там набухался до блевотины кому-нибудь в лицо засадил нет и каждый день это делаешь да это все от нерадения и беспечности от твоей собственной ведь я даже так антони делю чтобы они так смотрелись бог не не есть виновник зла отнюдь не виновник в них бог во всех своих грехах и страстях по свободному выбору воли сделали с демоны злыми равно как и большая часть людей по свободному выбору этот выбор был у адама с евы в раю этот выбор остался у них после грехопадения то что они упали только благодаря тому что они свободны он не был у них отнят после не спасениями по вере не под полотенчиками тогда попов счет не было да ну пусть у адама с евы друг у друга а потом у них дети так далее как у стаж у старших да нет свободный выбор как им оставался у них как он был тоже человек есть образ и подобие бога это ничего не меняет кем он только быть богом или дьяволом по сути своей он выбирает сам потому что обладает этой божьей природой выбора вот и все это природа у человека и свобода оставалась до первого пришествия иисуса христа и она вопреки лживым протестантским и православным католическим учением остается у человека до сего дня до второго пришествия после его и все тысячелетнее царство и во веки веков на новой земле на новом небе человек всегда будет свободен даже когда станет богом и никогда не сделает никому зла не будет делать но он будет оставаться вот он да будет божьей природы не уничтожимой она просто есть мы будем испытывать мы сможем в царстве небесном испытать боль да кто-нибудь там испытывать нет почему наш там будет только святые люди они никому никогда никакого зла не сделают они это доказали земной жизни что когда даже их распинали и убивали они ничего своим врагам не делали тем более не делают поменьше врагов да вот и все согласуется это с учением иисуса христа все эти мысли антония конечно все евангелия протестанты вы просто вы просто унизили уничтожили извратили уничижили облили помоями учение жизни иисуса христа своими лживыми учениями о спасении по вере крокодильных следах православность католиками слезами этими под батюшкиным под поповским полотенчиком все чепуха иисус не говорил что вы по благодати зайдет на вас дух святой вы побежите творить добрые дела а когда благодать не сходит нет на не надо ждать иисус сказал одну из знаменитейших своих фраз а их миллион в этом евангелии а какая он сказал что и всех них не вместить сколько сказал и сколько сделал иисус для примера что царство небесное с его прихода она рядом да но на силу и берется и понуждающие как только что антоний сказал да понуждающие себя трудящиеся восхищают его не поверь по делам жизни самовластия с собственными усилиями прежде всего конечно сознание что есть добро что зло познанием истины через это сделать свободный свой ум сначала как иисус сказал ибо делающий грех делающий грех раз есть и раб есть греха не помышляющий да а делающий грех раз и раб есть греха и вот освободившись по духу по внутреннему по уму человек освобождается по плоти творя добро очень важно разве иисус тому книжнику законнику кто бы там ни был спрашивали там несколько раз написано скорее всего не один раз такой вопрос звучал и в одном евангелии мы читаем что иисус сам спросил вроде как там в другом месте смысле сам процитировал вы помните из ветхого завета какая наибольшая не там заповеди до в другом и сам попросил процитировать того кто его спрашивал колонам ответил что в любви к богу и ближним весь закон и пророк иисус все ему сказал ой ты в раю или в небесном царстве нет он даже не в раю хотя рай это не небесное царство что он им ответил иди и поступай так же но там еще по был вопрос про ближнего и когда иисус рассказал притчу о деятельным добрым самаренине да он сказал иди он сказал недалеко когда он просто теорию процитировал сказал да недалеко ты при дверях и когда иисус пришел он сказал всем приблизилось царство небесное да вы близко войти только туда надо потому что иисус рассказал и притчу о девах о христианах что да дверь то может и перед носом потом захлопнуться по делам вашей жизни если там елей дух святой благодать как любит там это не благодать дух святого прям дух святой дух любви если он вас раскрыли его в полноте любите ли у врагов это центральное учение иисуса христа а любви к любящим иисус говорил и грешники учат и любят до любовь к ближнему тоже где-то процесса процеживается хотя в основном ближний подразумевается мой какой-нибудь единоверец единоплеменец до единокровец едины еще чего-нибудь да все остальные так но где-то может проскользнуть какая-то там любовь к нуждающимся каких-то религиях мировоззрениях государственных идеологиях ну а любви к врагам учил учил только иисус чему иисус тогда призывал иисуса все глаголы повелительные иди и делай иди и делай поступай также все его евангелие сконцентрировано только на том чтоб пошли и делали ученикам своим иисус возносясь заповедует пойдите по всему миру сотворив сами сначала научите всему чему я научил вас делать делать вот так вот поэтому по поводу свободы конечно же протестантизм католики православные просто разорвали истину после уничтожили затоптали обливали всю своими вот этими лживыми учениями человек остается абсолютно свободным когда ты слышишь истину будучи грешником там а святости о доброте любви неважно ты там проценте прочитали те евангелие бог те явно открылся еще что-то ты остаешься свободным творить добро и зло и дальше и до веки веков будешь оставаться и и суть каждого человека цель его жизнь тем более христианской жизни достигнуть совершенства о котором учил иисус бог посылает дождь праведным и неправедным и так будьте совершенны не поверь в иисуса христа в ее искупительную жертву там невозможно быть совершенно вся эта диванная вера она еще не тяжело принять свое сердце хорошо ну я верю в искупитель что дальше что дальше все эти бредни и а протестанты кто начнет оправдываться да нет какого дела такие ну как бы вот жизнь твоя сделал там начинают как-то юлить или слушайте вы прочитайте сначала учение своих лживых основателей лживое учение своих основателей то что вы там лично может быть так воспринимаете конечно есть доля правда в этом и доля доля радости вернее может и достигнете тогда истины сколько зла это несет я переслушал сотни проповедей протестантов и и сколько просил я несколько лет просил меня в одно время очень много их окружало или сбросьте мне хоть одну пробить в которой хотя бы в названии есть любовь не любовь божья как бог любит тебя и все хорошо да как надо любить всех остальных как надо достигнуть совершенства в любви о чем писала их же любимый апостол павел на не почему пона вырезали пона вырвали из контекста они полностью отменили суд христи над христианами а иисус прямо рассказывал и в притчах и прямыми словами что когда я вернусь во второй раз что есть даже из вас который не вкусит как увидит это все не вкусит смерти получите каждый по делам свои второе пришествие иисуса христа по делам судиться будут не язычники не они будут воскресать а христиане в евангелие почитайте вы его полностью извратили вы не христиане вы не его ученики не его последователи это гибрид и паразитизм на его жизни учения разом прямо не сказал что христиане будут каждый получать по делам своим из там проглочены слова по добрым или злым хорошо второе послание коринфянам апостола павла 5 глава с 1 по 10 стих что когда мы разрешим все он себя не отделяет в отличие от протестантов от христиан это я в том числе то каждый как получит что он делал живя в теле доброе то или худое у павел наверно тут что-то забыл про спасение по вере что к и что звезда от звезды то разница во славе и но и на ему и одна иная слава звезды иная слава луне и иная слава солнцу разве су сколько иисус рассказал притч о христианах и о суде над христианами самая яркая мне просто она больше всего нравится самая любимая на всех к касается уж там есть про учителей те кто свое время меру хлеба должны раздавать да ну про и причем кто-то может что-то извращать но когда иисус причем именно в контексте последнего времени когда его спрашивали каков признак твоего пришествия все матфея 24 25 глава прямо рассказывает притчу о христианах о девах ждущих своего жениха 5 из них было умных и 5 неразумных о комп рич эти девы что не спасены по вере и лет или ты у протестантов это просто православные 5 неразумных дев ну конечно можно все извратить можно извратить сидеть дальше на попке ровно на диване ничего не делать да не стремится о совершенстве не думать об этом не достигать жертвенной любви я спасен ешь пей веселись душа моя иисус сказал что с таким будет они обманутся каждый будет пожинать от того что все очень легко конечно было извратить знаете это вот по такому же принципу дел действует любая идеология пропаганда и лживые учения и знаете когда в другой контраст извращают что там якобы количество добрых дел что не одел там типа спасаешься да хотя вырывает нагло вырывают слова апостола павла меня вот одно из известных мест да не одни отдел чтобы не хвалился вот насколько надо быть мразотным и лживым человеком нет что там лютер христианин когда ты просто после запятой вырываешь вот вот стих да и вкладываешь в него абсолютно противоположный смысл ведь там стоит запятая и павел говорит во первых он говорит особенно причем это же не первый стих его послание это же послание и там под делами он говорил о делах закона во первых в контексте если там проглочено в этом стихе просто человек не сто раз уже это писал это элементарный язык как и я не всегда говорю длинные фразы мы что-то укорачиваем я говорю если иисус не сказал что получите за добрые или злые то павел сказал что каждый получит в соответствии тому что он делал же я в теле добрый ли худой но павел в этот раз не проглотил так написал уисуса по евангели якобы проглочено в этом моменте до слова павла вырывают просто нагло реже во первых меняя просто смысл потому что вырывают опер просто откинув первые стихи это просто вот у человека вырежете вот у меня в роликах можно все что угодно как у психа нарезать просто слова и слепить вообще любое предложение идите убивайте там евреев с украинцами и всех на свете в моем лексиконе можно нарезать слова убить всех идите конечно можно что можно слепить из такой из такого этого вот с библии делают то же самое вырывают просто стихи павел только что говорил что не отдел закона что отдел закона никто не спасается закон никого не доводит до совершенства хотя каком-то совершенстве может вообще идти речь до при любви ближнего ненавидь врага своего а ближний только еврей какие там до совершенства довести до за мочи камнями всех кого можешь субботу палочки собрал убейте его всеми ну хотя бы контекст надо понимать более того стих который рвете вы просто нагло разрывать его на две части там стоит запятая и написано ибо бог нас создал на добрые дела каким надо быть негодяем чтобы вот это вот все сотворить когда мне рассказал что протестантизм это христианство что основатель его христиане да вот это вот наглая ложь она рассчитана просто на идиотов на людей вообще не способных читать евангелие новый завет не вчитываться не вдуматься не проверять что и какие-то вот вот я вам говорю вы откройте откройтесь прям после ролика откройте все эти места если вы протестант прочитайте их перепроверите все где вы читаете это лживо их не какой-нибудь учение или проповедь блеводскую вашего пастора и все его цитаты откуда рвет посмотрите откуда он их рвет то как же не отделы ибо павел пишет ибо бог даже то что я вам произношу всегда просто я специально протестантка надо за травочку целиком произношу этот стих как может быть это учение вложено при вот этой вот второй части не отдел чтобы не хвалился ибо бог создал нас на добрые дела уже даже произнеся просто вторую часть все становится понятно что там что-то не то во-первых получать спайл говорит о том что ты хвалишься это разные вещи что превозносишься если там не своими добрыми делами какой-то хорошенький до об этом иисус говорил разве павел низко сказал что-то нового нет а иисус разве не говорил что если ты все сотворишь до в этом плане называй себя даже рабом никчемным потому что мы делаем то что мы должны что любовь от бога и бог есть любовь и мы ее рабы когда мы становимся любовью мы делаем тоже мы не можем больше не любить если конечно этим хвалишься ты вообще ничего не достиг ты вообще не в том контенте не в то и не в то русло не туда заехал во первых раз мы видим о чем павел говорит вторых он сравнивает это там у нее большой контекст один стих вырвали и такую блевотину создали потому что как раз вот если количество это дело считаешь это действительно так до хвалишься ими это понятнее от бога любовь она бескорыстна я кого-то люблю и что-то дарю если я только думал в голове до что мне счет уже должен взамен и я чё-то ему такой сделал это не любовь когда мы любим мы просто кого-то мы просто хотим кого-то сделать счастливым любовь в нас это просто естественное состояние в чем у человека есть потребность именно любить как у божьей божественной сущности не быть любимым и это тоже на этот половинка ты никогда не будешь счастлив если будет любить только тебе ты будешь в полноте обретешь полноту счастья когда ты будешь любим и любить поэтому мы тому кого мы любим мы даже чувствуем себя должным что он он нас делает счастливым позволяет нас есть возможность кого-то любить даже благодарны этому человеку еще раз закончу вдумайтесь протестанты да и православные там они все то же самое коверкают в эту фразу даже в эту сколько я вам сегодня там мне кажется целый плейлист есть этого протестантизма разбора всех этих мест нагло нагло просто вот что делать с людьми ну знаете почему в таком мире живем где никто ни за кого не заступается где у нас беспредел мы ничего не делаем а вот почему я спасен по вере я молюсь я пащусь ставки ли я за весь мир молюсь чтобы он покаялся чтобы он изменился да но я никогда не облечу расистов что они вот там убивают украинцев да но я буду молиться в тайной клейте сердце в комнате на службу буду ходить туда денюжки все отнесу да папу же нужнее купола позолотить в карман на мерседес положить именно поэтому именно потому что отвергли учение иисуса христа по его образу жизни а это образ любви жертвенный вплоть до жертвенной любви к чему к миру тебя окружающим к природе к животным хочу зачем мне становится веганом я спасен по вере на животных любить там бог природу поменяет лишит меня свободы и мы не будем убивать животных как ты не будешь если здесь убиваешь как ты попадешь в царствие небесное любви животного в том числе мира как ты в рай вернешься если убиваешь здесь животных как бог не отнимет у тебя свободу бог туда не чурбанов заселит святых по вере там будет любве любве обильные люди там снова будет природа как ты попадешь если за природой не заступаешься где что-то вырубают сжигают засоряют как ты сам если ты мусор не фильтруешь ничего не делаешь для этого как ты туда попадешь кем ты станешь оловянным тук-тук откройтесь бревном или чего человек свободе избирать между добром и злом и за все свои дела добрые то или худые он дает отчет на самом деле по-детски сказано перед богом на самом деле сам вкушает и по внешнему по внутренним то что делает и будет погружен в среду и в этой жизни для школы жизни измениться и в будущих жизнях если вы хотите быть там где счастье любовь и радость соответствуйте этой среде только так можно туда попасть тоже подобное будет соединяться с подобным из одного места из одного круга ада или рая в другой не переходит и уж тем более не переходит в небесное царство из любого круга до в любой круг царства небесного но не выходит как не раскаившись опокаившись и сотворил достойный плоды покаяния можно быть но вы знаете и я сомневаюсь что кто-то хочет чтобы ему задницу в дубинку дубинку задницу засунуть как это рассказы да ладно я в аду побуду ну побудешь ладно закончу на хорошей ноте всем кто слышит голос истины в моих речах и хочет ему последовать я желаю желаю крепости и и удачи и божьей помощи на пути и иоанн и его обязательно пройдете достигнуть и почему потому что иго христова благо и бремя его любовь это иго благо и легко есть нести и достигать только пойдя вы узнаете то о чем я вам говорю потому что знать путь как сказано в матрице и пройти не одно и то же а